здравствуйте уважаемые слушатели продолжаем изучение курса современной сша сегодня у нас с вами вторая лекция колониальный период в истории сша и формирование американской идеологии сегодня мы с вами разберем вопросы посвященные пуритонизму колониальному периоду в истории сша вопросам становления американской идеологии и поговорим о том кто такие отцы основатели сша наша цель рассмотреть особенности развития североамериканских колоний англии в так называемый колониальный период это 16 18 века вопрос становления американской идеологии а также роль отцов-основателей в этом процессе для того чтобы разобраться в этих вопросах нам нужно с вами знать несколько важных терминов поэтому приступим к изучению глоссария итак первый важный термин это термин метрополия метрополия это государство обладающие колониальными владениями в данном случае мы говорим о северной америке на территории которых который находилась 13 североамериканских колоний англии соответственно англия была данном случае метрополией а эти 13 колоний были колониями колонии это страна или территория которые находятся под властью метрополии и лишены самостоятельности во внутренних и внешних делах надо сказать что североамериканские колонии англии привлекали очень много переселенцев потому что появилась возможность у людей перебравшись на новое место на новый континент начать там новую жизнь и разбогатеть очень многие прибывшие становились скваттерами это тоже термин скваттер это первопроходец это фермы поселенец который осваивает просторы так называемого дальнего запада или дикого запада европейская колонизация северной америки началась в начале 17 века особенно активными были англичане которые со временем основали а на востоке северной америки 13 своих колоний вирджинию мэриленд северную южную каролину массачусетс коннектикут рот-айленд нью-джерси пенсильванию нью-йорк и другой другие истории некоторых этих колоний мы вкратце с вами рассмотрим позднее а пока поговорим о том что еще в 1606 году а лондонские купцы создали виргинскую торговую компанию и спросив у короля англии того времени я кого первого или джеймса первого и спросив у него разрешение на основание новой колонии вирджиния и вот в конце декабря 1606 года 120 колонистов на трех кораблях пустились плавание через атлантику и весной 1607 года они нашли подходящее место для строительства поселка в честь короля джеймса или якобы он был назван джеймстауном поселок был построен летом но колонисты которые не умели заниматься сельским хозяйством оказались очень быстро на грани голодной смерти уже к октябрю 1607 года из 120 прибывших в джеймстаун в живых осталось меньше половины положение спас назначенный управляющим колонии капитан джон смит который вошел в историю америки как человек давший части ее атлантического побережья название новая англия или new england крупнейшим поселением английских пуритан в северной америке стал плимут его основали так называемые отцы пилигримы это группа английских пуритан не желавших мириться с англиканской церковью которая господства в то время в англии это так называемые пуритане сепаратисты которые в 1608 году в результате преследования со стороны королевской власти вначале эмигрировали из англии в голландию а через 12 лет приняли решение основать колонию в северной америке они руководствовались картой которая была составлена джоном смитом и 21 декабря 1620 года они прибыли к месту которое было им названо названа ими плимутом а вот там выселась знаменитая плимутская скала плимут рок я упомянул термин протестантизм это еще так сказать один термин из нашего глоссария дело в том что христианская церковь на причине своей истории несколько раз подвергалась расколу вначале она раскололась на православие и католицизм а затем католицизм учить был расколот расколот из него вышло движение протестантизм протестантизм возник и в европе в 16 веке во многом из-за злоупотребления католической церкви вот лидерами протестантов в европе были мартин лютер у лишь цвингли жан кальвин и некоторые другие и протестантизм это религия которая гораздо больше подходит буржуазному строю то есть она простая дешевая и гораздо более удобная из этого термина туритонизм сам термин происходит от латинского слова purus чистый то есть это была борьба за очищение веры от последующих всяких ополстований можно поговорить о термине протестантская этика это то морали правила поведения которых приезживаются протестанты они нацелены на удачу на успех в делах и относятся к труду как долгу человеку человека перед богом протестантизм это очень рыхлое такое религиозное течение она делится на множество направлений ветви секты и так далее допустим это присвятеряние индепиденты квакеры фамилисты сикеры позднее мормоны и так далее так далее а вот я упомянул к квакеров это одна из разновидностей протестантизма квакеры являются пацифистами они выступают против военной службы они отвергают многие традиционные церковные обряды полное название этого течения это society of friends это общество друзей вот но гораздо больше неизвестно именно как квакеры потому что их лидер джон фокс как-то в суде заявил что мы трепещем перед именем господа трепетать по-английски как ну допустим землетрясение по-английски как вот и судья в саркастически спросил так вы трепещущие как бы квакеры прозвучало это по-английски вот и поэтому вот этих вот представителей общества друзей стали называть квакерами самым известным квакером был уильям пен который основал квакерскую колонию пенсильвания об этом утром чуть позже поговорим и вскоре после плимута была основана колония массачусетс затем появились колонии коннектикут рот-айленд нью-хэвен и наконец вот в 1681 году была основана квакерская колония пенсильвания ее создателем был уже упомянутый мною уильям пен это сын английского адмирала верного сторонника короля карла второго после того как отец уильяма пена скончался в его бумагах нашли долговую расписку которую отцу уильяма пена дал король англии то есть он занял у него крупную сумму вот и соответственно уильям пен пришел с этой долговой распиской королю и попросил вернуть ему деньги которые король был должен его отцу денег у короля не нашлось и он решил выйти из положения следующим образом он сказал что вместо денег он дарует уильяма пену большой участок земли за океаном в новом свете вот это есть территория нынешнего штата пенсильвания с очень крупным городом филадельфии это один из самых известных городов в америке это первая столица соединенных штатов америки и вот уильям пен сделал пенсильванию такой квакерской колонии то есть всех квакеров англии он призвал приехать сюда и здесь поселиться оттуда пайкер потом потихонечку переселялись на запад в другие штаты небраску айову и или ноистом и так далее так далее надо сказать что колонисты жили очень трудно у них первое время совершенно не было как сейчас говорят инстраструктуры не было магазинов не было больниц не было врачей вот роль врачей играли знаете парикмахеры мясники значит кто угодно вот колонисты испытывали большие трудности даже с нехваткой наличных денег то есть в американских музеях я видел такую картинку то есть лежит монета разрубленная на несколько частей дело в том что не хватало наличных денег и поэтому колонисты договаривались вот разрубали монеты на половинке на четвертинки даже на восьмушки как бы вот и договаривались считать вот часть монеты как целую монету потому что просто-напросто не хватало наличных денег колонисты сталкивались с довольно воинственными индейцами с дикими животными то есть жизнь их за океаном была очень сложной опасной вот и к этим на сложностям трудностям опасностям вскоре добавился еще и колониальный гнет дело в том что в восемнадцатом веке резко обострелись отношения с англией с метрополией англия вела там европе определенные войны и выходила из собственно трудного финансового положения за счет колонии увеличивая налоги вот увеличивая всякого рода поборы сбрасывая в колонии ненужную там продукцию в том числе табак и это со временем привело к появлению так называемой американской идеологии а затем и к войне за независимость с сша которая хронологически датируется 1775 1783 годами и так тут они создатели американской идеологии это то томас джессерсон бенджамин франклин фрон адамс томас пейн джеймс отис джеймс отис это адвокат из массачусетса который известен своим лозунгом нет налогов без представительства то есть он считал несправедливым когда колонисты североамериканские не представлены в английском парламенте но тем менее с них собирают налоги то есть фактически бы их некому было защищать английском парламенте у них не было там своих представителей а другой адвокат из вирджинии патрик генри стал известен фразой которую произнес на одном из митингов вот однажды он сказал что я больше не гражданин вирджинии я американец то есть потихоньку постепенно большая часть жителей североамериканских колоний англии стали чувствовать себя не англичанами уже как бы даже не потомками английских переселенцев а представителями какой-то совершенно новой общности они стали чувствовать себя американцами и уже в 1774 году состоялся первый квинтальный конвент который на котором собрались представители колоний но они сразу не решились на войну с англией они пока приняли решение о бойкоте английских товаров но в следующем году в 1775 году когда начались первые военные столкновения инциденты вот началась война за независимость она была очень непопулярной в англии потому что воевать приходилось против ну собственно говоря очень близких людей по по вере по языку по культуре так судьбой англичан только переселившись за океан вот и поэтому в этой войне со стороны англии в основном участвовали наемники многие из них были из небольших немецких княжеств из центра европы в основном из княжества гессин поэтому многих наемников в основном называли гессинцами но против них противостояла так сказать в этой войне совершенно необученная армия составленная из ополченцев в ней было очень мало военных поэтому на первой роли быстро выдвинулся полковник юргинского ополчения джордж вашингтон будущий первый президент сша вот и условиях начавшейся войны с метрополией 4 июля 1776 года в филадельфии была принята декларация независимости сша ее огласили на площади филадельфии и во время ее оглашения звучал так называемый колокол свободы liberty bell который сейчас находится на специальном музее позднее в войну на стороне восставших колоний англии вступили такие мощные европейские державы как франция и испания вот и совместно им удалось победить англию и подписать мирный договор в 1783 году вот собственно все о колониальном периоде в истории сша дальше поговорим о важнейших событиях американской истории уже последних двух столетий благодарю за внимание